В Самаре до 19 ноября продлили ограничение движения транспорта по участку улицы Авиационной от улицы Клинической до Новоурицкой. Как уточнили в городской администрации, это связано с проведением строительных работ. Автобусы маршрутов 52 будут следовать по скорректированной схеме. Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки. Самара присоединилась к всероссийской акции «Лес Победы». Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники городского управления МВД посадили 15 каштанов в саду памяти на улице Арена-2018 в честь погибших защитников Родины. Напомним, сад памяти был высажен в 2020 году. Его контуры напоминают крыло штурмовика Ил-2. Сейчас на участке уже более 900 деревьев. В Самаре следователи проверяют обстоятельства травмирования ребенка после наезда электросамоката. По данным регионального следственного управления Следственного комитета, вечером в среду 23 октября в промышленном районе Самары местный житель передвигался с использованием средства индивидуальной мобильности и наехал на 10-летнего мальчика. В результате столкновения ребенок получил травмы. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. По результатам проверки примут процессуальные решения. В Самаре в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нас проекта «Жилье и городская среда» обновили двор на улице Старозагора 285. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского района. На территории построили современное оборудование – детское, спортивное и парковое. Установили надежные ограждения, которые защищают детей во время игры и создают комфортную атмосферу. Для отдыха предусмотрели удобные скамейки, урны. Кроме того, на всей территории уложили безопасное покрытие с антискользящими свойствами. В Куйбышевском районе Самары произошло смертельное ДТП. В 8 утра 30-летний водитель за рулем «Лада Гранта» ехал по улице Обувной в направлении улицы Нижней. Напротив дома номер 11 он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Хентай» под управлением 35-летнего мужчины. Водитель отечественного авто и 40-летняя женщина-пассажир погибли. Также пострадала 46-летняя женщина-пассажир иномарки. Ее госпитализировали, уточнили в региональном главном управлении ВД. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником. Он отметил, что их труд направлен на создание комфортных условий для роста объемов внешней торговли, внедрение современных технических решений на всех этапах таможенного оформления, повышение эффективности фискальной и правоохранительной деятельности. Все это способствует укреплению внешней торговых связей Самарской области и страны в целом, улучшению инвестиционного климата в регионе, повышению качества жизни населения. Самарцы Рижа планируют продлить отдых в День народного единства, чем год назад. Об этом свидетельствуют результаты опроса от сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. В этом году праздничные выходные продлятся всего два дня – в воскресенье 3 ноября и в понедельник 4 ноября. При этом суббота 2 ноября стала рабочей. Всего 11% опрошенных хотят продлить свой отдых за счет присоединения отпуска или отгулов, причем среди желающих больше всего женщин – 13% против 10% мужчин. В основном так поступают матери младшеклассников, чтобы отпуск совпал с осенними каникулами. Во многих школах Самары они пройдут с 28 октября по 4 ноября.